Так, ну вот, собственно говоря, у нас еще внешние площади не раскрыты. С одной стороны можно и палитру почистить, и новую взять, с другой стороны есть плюсы, когда у тебя некое нечто, что было от предыдущих замесов, на палитре есть. И оно тебе дает, как бы, моменты колорита, некого взаимопроникновения. Единственное, что, конечно, оно не должно полностью доврить и мешать работать. Поэтому, вот, все-таки нам надо сюда замешать больше желтого и белил, чтобы все-таки это был тот самый некий песчаный цвет. Но имеется в виду, это вот и вот это, вот это, вот это какие-то вещи, тут, собственно говоря, типа камень, да, будет. Ну, пока все особо не мешает, потому что там что-то чем-то прикрыто. Все, разбавить ее немножко наверх. Для флейт собрать побольше баночку, чтобы у нее макался. Ничего не видно. Немножко видно что-то, да, надо, наверное, нам поставить поближе камеру. Так вот, наверное. На съемке все немножко более серым выходит. Так вот. так но все-таки надо отодвинуться чтобы нам одновременно работать в разных местах иначе так ну вот нам теперь еще нужно что немножко посветлее тут местами тут может чуть тут точно где-то посветлее да этот камень а потом его еще надо будем светлить так и в принципе какое-то время надо будет чистить палитру но пока можно на гипсе тоже много теней гипс он не светло-коричневый конечно же как бы сложнее сейчас мы смотрим расфокусированно как бы обобщенно понятно что желательно сильно это не косячить но все-таки как бы да то что он белый он же не белый и поэтому вот собственно его по тонах примерно так то можем взять даже даже не будет сильно темно чем какой продукт но гигантский плюс этого то что мы избавляемся вот от этого белого торчащего холста который нам конечно сразу любое наше действие на на его фоне кажется очень темным дальше уже надо светлее конечно класть с тем же тут на на гипсе а вот еще цветы у нас тут можно как-то общего провожить но тоже они темнее будет конечно чем белый холст тоже какие-то отдельные так ну и вот дальше уже вопрос то есть можем ли мы здесь провожить белье или нам надо внести кисти можем попытаться налить и ничего не выходит таки грязная палитра грязная то есть нужно нам палитру почистить но перед этим давайте-ка мы раскроем запирал очку вокруг то есть собственно говоря вот мы раскрываем берем фактически желтый голубой но примешиваясь к той грязи к которой уже есть она нам примерно дает нужный искомый цвет глубинах там чуть потемнение здесь тоже кстати можем как-то под раскрыть еще так хватит тут драться что вы тут устроили кошки кошки спаррингуются но с другой стороны это конечно форма тренировки для поддержания тут опять-таки формы да поэтому может быть это и хорошо что стояло спаррингуются таким образом они будут в хорошей борцовской форме паузу там в в Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне кажется, в наше время картины без рана лучше... Ну вот примерно получается, что мы таким вот образом завершаем раскрытие, так называемое... Стараясь более-менее попасть в тон, в цвет в общих чертах... Ну, дальше нам нужно вынуть, конечно, эту кисть, уже работать не будем... Вот, и немножко делать какой-то перерывчик... Потом сверху все как бы лучше всего перераскрыть... Уже отталкиваясь от того, что... На холсте я стараюсь взять вернение... Что же мы получаем вот за счет раскрытия, да? Почему хорошо именно раскрывать, причем достаточно бодренько? Мы получаем среду... Среду, в которой все происходит... Знаете, можно такой, наверное, аналог провести, что вот если бы мы... Вычленяли некий общий цвет, который на натуре... Вот все сводили до некого общего цвета такого... Ну, наверное, это будет какая-то такая серовато-умбристый и теплый цвет... Вот им бы закатывали валиком, каким-нибудь акрилом весь холст... То, в принципе, мы в каком-то смысле могли бы писать от куска... Потому что тогда среда бы уже была бы... Ну, единственное, что просто такие решения, они, конечно, сильно провоцировали бы нас на декоративность... Вот, а так получается, что мы некую среду задаем. Среду как бы вот с воздухом, да? Как если бы мы вот на натуру смотрели через мутное стекло какое-то. А может быть даже и несколько тонированное мутное стекло. Может быть так. Чуть-чуть. Хотя, по идее, эта тонировка, она должна из натуры исходить. То есть мы некий вот собирательный цвет, как бы оттенок через все проникающий... Мы как бы его пытаемся на него настроиться, его ощутить, называя это словом колорит. Да? То есть некий собирательный такой вот оттенок, присутствующий во всем. И дальше, если бы мы закатывали акрилом, да, над ним каким-то тоном, это, по сути, была бы закатка этого колорита. Вот. Так вот получается, что мы пытаемся вот раскрытие, в период раскрытия мы пытаемся не просто там верно по рисунку раскрасить. Мы пытаемся задать как раз эту среду, этот самый колорит. Вот это важнее, чем точность рисунка. Не в смысле, что нужно делать кривой рисунок. А в смысле, что это важнее. Вот это надо осознать. Потому что если колорит нами недоосознан, недопрожит, не считается достаточно важным, то мы его и не будем делать. Почему? Потому что мы не будем на этом акцентироваться. То есть, какой-то колорит все равно будет, но, как бы, будет ли он тот, который мы хотим или не хотим, нам вообще все равно будет, да, будет не очевидно. Вот. Поэтому получается, что мы как раз вот на этом этапе мы, как бы, решаем проблему, какую же надо задать колорит. Могли бы вообще без рисунка действовать, да. Но лучше все-таки нам немножко разметиться, потому что мы этот колорит задаем все-таки с некоторыми градациями, да. Применительно к шлему, к торсу, к тряпке, к другой и так далее. И в этом смысле лучше нам, как бы, иметь какой-то рисунок, да. Но дальше нам его надо будет уточнить. Именно с точки зрения того, что выразительность рисунка для нас важна. Скорее всего, мы начнем следующий сеанс, скорее всего, с этого. Если будет как обычно, то вот. Вот. Получается такое взаимодействие колорита и выразительности рисунка. Вот таких вещей, на которые нам нужно быть настроенными. Так, пройдем. Попшаем сразу. И Продолжение следует...